Вице-губернатором Нейнского округа предстоит усилить работу по привлечению федеральных средств на реализацию национальных проектов в регионе. Такую задачу в ходе еженедельной планерки поставил губернатор округа Александр Цибульский. По его словам, утвержденные объемы софинансирования мероприятий, которые реализуются в рамках нацпроектов, недостаточны для того, чтобы выполнять их в срок и с надлежащим качеством. Между профильными органами власти Нейнского округа и федеральными министерствами и ведомствами заключено 44 соглашения по исполнению региональных проектов в рамках нацпроектов. Общая сумма финансирования проектных мероприятий, предусмотренная на 2020 год, составляет более 3 миллиардов рублей. Из этих средств, по словам заместителя губернатора Татьяны Лагвиненко, федеральная составляющая чуть более 1 миллиарда рублей, региональная – 2 миллиарда. Таким образом, из федерального бюджета софинансируется лишь 31%. Я хочу обратить внимание на то, что не по всем трослям соблюдается пропорция 90 на 10. И в среднем у нас получился 31%, учитывая сложность исполнения бюджета в этом году, наверное, надо посмотреть и поработать с федеральными ведомствами. Губернатор счел работу своих заместителей по привлечению федеральных средств для реализации на территории Ненецкого округа национальных проектов недостаточно эффективной, отметив, что недоработка наблюдается со стороны вице-губернаторов практически по всем направлениям. Коллеги, вы все стали заместителями губернаторов, в том числе первая основная ваша КПА – это в том, чтобы представлять в федеральных органах власти на федеральном уровне субъект и добиваться выделения финансирования. Вы нужны для того, чтобы лоббировать эти интересы. 31% – это недопустительно. Я в прошлом году всех предупреждал, что цена на нефть упадет. Всем говорил в рамках закрытых совещаний. Это было во всех макроэкономических прогнозах на Минкомразвитии. Ну вот мы пришли. Что мы дальше будем делать? Вы мне что завтра придете? Скажете, что я должен социальные обязательства перед гражданами урезать, чтобы мы выполнили показатели нас проектов? Нет, коллеги, бегом с завтрашнего дня все в свои министерства и пересматривать соглашения и требовать выделения больших денег. Губернатор подчеркнул, что заместители главы региона должны усилить аргументацию при отстаивании интересов округа в профильных федеральных ведомствах, отметив, что в окружном бюджете, вопреки сложившимся стереотипам, основанным на высоких показателях ВРП на душу населения, нет средств, достаточных для того, чтобы взять на себя обязательства по самостоятельному финансированию мероприятий в рамках национальных проектов и при этом в полном объеме обеспечивать социальные гарантии перед гражданами. Мы в ходе частных субъектов Совета Федерации подняли очень важную тему, связанную напрямую с тем, что я сейчас сказал. Нас поддержала Вантинна Ивановна и готова была в том числе, поговорить с руководством, выступать на нашей стороне. Это касается перераспределения или возмещения части доходов, которые формируются на территории субъекта. Опять же говорю, не откладывай, это не моя инициатива, это вы все должны этим работать. Вперед, Татьяна Павловна, завтра в Минфин, завтра, послезавтра с этой позиции. Письма, встречи и отрабатывайте. Совет Федерации, сенаторов наших подключайте, чтобы они этот вопрос держали на контроле. Также Александр Цибульский добавил, что позиция, озвученная им на пленарном заседании Совета Федерации 30 января, должна быть отражена в итоговом постановлении Верхней Палаты Российского парламента, которое будет вынесено на рассмотрение 12 февраля. Это те деньги, подчеркнул глава региона, которые дадут возможность решить закоренелые вопросы, копившиеся десятилетиями, которые есть на территории Ненецкого округа. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.